Вот и наступил последний день летом. Думаю, многие из вас расстроились, что эта теплая прекрасная пора так быстро пролетела. И уже чувствуется легкая осенняя прохлада, и все учащиеся за грустью вздыхают. Завтра начинается новый учебный год. Говорят, что 1 сентября – это грустный праздник, но не для всех. К примеру, первокурсники с нетерпением ожидают этот день, ведь для них начинается новый этап на их пути – студенческая жизнь. Однако перед тем, как стать полноправным студентом Донецкой Академии Управления и Государственной службы при главе ДНР необходимо пройти особый обряд посвящения в студенты. Начинается все с выдачи студенческих билетов, которые подтверждают принадлежность ребят и дружной семье Академии Управления. Я нахожусь на посвящении студенты в Академии Управления при главе ДНР. Я выбрал этот УЗ, потому что есть мой профиль, по которому я хотел бы идти и дальше развиваться. Это экономика, более углубленный финансовый кредит, банковское отдело. Есть пара знакомых, которые тут уже обучаются на данный момент. Что они тебе рассказывали об УЗИ? То, что приятные преподаватели, легкие в общении, люди. И, ну, как, в общем-то, все. То, что приятно учиться. Я студентка факультета юриспруденции и социальных технологий. Расскажи, почему выбрала именно этот УЗ? Ну, он достаточно новый, но есть интересные специальности, которых нигде нет. У меня специальность социология. Она мне очень понравилась. Я узнала, какие направления. Мне очень стало интересно. До конца не знаю, конечно, все возможности этой специальности, но мне она понравилась. С сегодняшнего дня я студентка Академии управления. Какое направление подготовки направления? Юриспруденция и социальные технологии. Почему именно это расскажешь? С самого детства меня интересовала, так сказать, именно работа юристом. С самого детства я постоянно читала Конституцию. Мне интересовали статьи, законы. Ну, и решила попробовать. Выбрала именно этот УЗ, потому что этот УЗ один из самых лучших УЗов ДНР. Здесь есть все то, что нужно для учения. Теперь главное стремиться и добиваться своих целей. Расскажи, пожалуйста, как прошел твой процесс поступления в этот УЗ? Тяжело ли было? Да, было очень тяжело. Хотелось бы сказать огромное спасибо своим родителям, которые поддерживали в любую минуту, были со мной рядом. Потому что было очень тяжело готовиться к экзаменам. Времени свободного было очень мало. Очень много времени уделили этому всему. Ну, не зря, потому что экзамены знали на отлично, и вот поступили сюда. Когда ты узнала, что на бюджет поступило, какие были твои эмоции? Я, сказать, этого ожидала, потому что у меня были высокие баллы. Ну, конечно, переживали очень сильно. Родители обрадовались очень, что поступило на бюджет. Ну, и, конечно, я была очень рада. После того, как все первокурсники получили студенческие билеты, они отправились на праздничное мероприятие. Где смогли познакомиться с руководством вуза, его структурой и традициями. Сегодня я искренне от всего сердца хочу поздравить вас с этим праздником. И хочу сказать, что с сегодняшнего дня 1200 студентов стало полноправными членами нашего дружного коллектива. Я не оговорилась. Действительно, членами коллектива. Потому что мы приветствуем партнерские отношения, не разделяя бытый студент, ассистент или заслуженный профессор. И я вам говорю, это склонно ответственностью и непонаслышней. Просто дело в том, что 31 августа, ровно 20 лет назад, я точно так же, как и вы, стояла на этой сцене и давала для другого курсника. Сегодняшнее мероприятие станет первым мероприятием вашей летописи студенческой жизни. И я желаю, чтобы вы провели свои 5 лет студенческой жизни активно, ярко, запоминающейся. А со своей стороны, с полной ответственностью за наш куртовой коллектив, я вам обещаю, что вы получите не только качественные знания, а и действительно станете достойными членами Донецкой городной республики. Конечно же, старшие товарищи приоткрыли занавес, рассказав особенности студенчества. Учащиеся старших курсов и выпускники Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР провели для молодых ребят небольшой экскурс в историю студ-клуба, рассказали о мероприятиях культурного и развлекательного характера, который проходит в академии. В завершении мероприятия преподаватели передали новым студентам символический ключ знаний в знак того, что отныне они будут осваивать свои профессии под руководством настоящих профессионалов. Студенческие билеты получены, обряд посвящения состоялся и теперь вас можно поздравить. Отныне вы первокурсники. Я желаю вам интересной учебы, больше приятных, веселых моментов и, конечно же, легких сессий, понимающих преподавателей и счастливой студенческой жизни. Продолжение следует...